У трудолюбивого крестьянина и земля трудится, а у бойца, который пашет в зале, и в боях все получается. Приветствую вас, молниеносные морские львы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на феноменального боксера, которого называют мексиканским Брюсом Ли в боксе, за его невероятную скорость и тайминг. Райан Гарсия, американский боксер мексиканского происхождения, с прозвищами Вспышка, Король Рай, мексиканский Брюс Ли. Имеет рост в 178 сантиметров, выступал в полулегком весе, а сейчас в легком. Имеет отличную атропометрию для своей весовой, что дает ему преимущество над соперниками. Пацан начал заниматься боксом в 7 лет и сделал отличную аматорскую карьеру, отбоксировав 230 боев, 215 из которых выиграл. А в 17 лет Райан уже провел свой первый бой на профи-ринге. Благодаря своей феноменальной скорости, таймингу, чувству дистанции и защите, он считается самым перспективным проспектом со всеми шансами стать суперзвездой. А учитывая, что сейчас он главная ставка Оскара Делла Хои и его конюшни Голден Бой, мы наверняка не раз еще будем слышать о нем в новостях и увидим в больших боях. В этом видео мы посмотрим самые яркие моменты карьеры Кинг Рая. С каждым годом зубные пасты становятся все лучше, а зубы все хуже. Так же и у возрастных бойцов. Вроде бы и опыта немерена, а физуха не та. Но это не грозит молодым тиграм, которые голодные к боям. А Гарсия сейчас именно такой. 2016 год. Инглвуд. Соперник Антонио Мартинес. С первого раунда флэш показал, кто в ринге хозяин. После коротких обменов одиночными ударами, Райан начал засыпать Антонио молниеносными комбинациями. А после четкого попадания, решил доделать дело в первом раунде, как обычно это было в предыдущих боях. Но Гонг спас Мартинеса от быстрой расправы, хотя ненадолго. В середине второго раунда, после жестких комбинаций Кинга, Мартинес снова оказывается на конвасе. Но поднимается и, собрав волю в кулак, решает продолжить бой. Хотя для всех было понятно, что это конец. Как и для рефери, который решил не смотреть на побоище и остановил бой. Увести чужую жену не сложно. Сложно потом ее вернуть обратно. А бойцу легко бросить вызов. Сложно потом этот бой выиграть. 2017 год в США. Соперник Марио Масиас. 18-летняя горячая кровь Гарсии должна была схлестнуться в ринге с 31-летней мексиканской текилой Масиаса, у которого был самый серьезный рекорд из всех предыдущих соперников Райана. Но Марио не помогли ни опыт, ни горячая текила в крови, ни братан Луиджи с грибами. Поэтому уже в первом раунде все закончилось. 2017 год. Лас-Вегас. Соперник Мигель Каризоза. Бой за пояс НАБФ в полулегком весе. Человек не ценит то, что достается ему даром, как и боец легкие победы. А эта победа была именно такой. Но Райан ее оценил, ведь это был его первый пояс. 2018 год. Калифорния. Соперник Фернандо Варгас Пара. Защита пояса НАБФ. Если человек лопух, нечего слушать о его великих предках. Поэтому бойца судят по его победам, а не по достижениям отца. Варгас является отличным бойцом, который проверил на прочность немало будущих звезд. А Райан был именно такой начинающей звездочкой, которой требуется постоянная шлифовка. И в этом бою он в очередной раз доказал, что готов сиять ярко, отправив Фернандо в нокаут в первом же раунде. Войска кормят тысячи дней, а используют один час. Также и бойцы. Тренируются годами, а в ринге могут провести одну минуту. После легкой победы над Варгасом, мексиканский Брюс Ли провел тяжелый бой против Джейсона Велеса, который прошел все 10 раундов и одержал победу единогласным решением судей. После чего решил перейти в легкий вес, где в первом же бою встретился с Карлосом Моралесом, который устроил настоящее испытание молодому пацану. А победа раздельным решением судей говорит сама о себе. 2018 год, Нью-Йорк, соперник Браулио Родригес. Рано или поздно у любой белки наступает момент, когда она не может раскусить орех, а у бойца бой, в котором он проиграет. Но этот поединок стал именно таким орехом преткновения для Родригеса. Браулио был очень самоуверен и с ухмылкой смотрел на сопляка Гарсию, еще и умудряясь бравировать в ринге. Но правда недолго. Уже в первом раунде Родригес проверил жопой крепость канваса после четкого апперкота от флэша. Ну а финальная точка была поставлена в пятом раунде серии ударов, после которой Родригес не смог подняться до счета 10. 2019 год. Калифорния. Соперник Хосе Лопес. Девушкам нужно обещать весь мир, а покупать мороженое. А бойцам нужно стремиться к поясу, а побеждать каждого бойца. Хосе Лопес оказался крепким парнем, который, несмотря на бомбардировку от Гарсии скоростными и пушечными ударами, продолжал идти вперед, в надежде попасть на ближней дистанции. Но такая тактика не слишком хороша, когда против тебя боксер с быстрыми и пушечными ударами, которые не выдержит даже стальная башка Шаолиня. После жесткой серии от Кинга во втором раунде Хосе становится на колено и слышит счет. Он встал, продолжил бой, но после гонга отказался выходить на третий раунд. 2019 год. Лас-Вегас. Соперник Ромео Рудуно. Бой за пояс WBC Silver. Красивые цветы стыдятся, когда их втыкают в волосы страшные женщины. А сильные бойцы позорятся, когда боксируют с мешками. Но это не про наш бой. Дуно являлся самой серьезной оппозицией Райана на данный момент, имея за плечами 21 победу и лишь одно поражение. Поэтому зрители ждали бескомпромиссную зарубу, но не дождались. Уже в середине второго раунда взрывная комбинация от Райана отправила Ромео на канвас и сделала 21-летнего пацана обладателем двух поясов. В 2020 году мексиканский Брюс Ли защитил свои пояса от аргентинских лап Франсиско Фонсеки, отправив того в нокаут в первом же раунде. А в 2021 году в непростом бою против Люка Кэмпбелла, которого Флэш отправил в нокаут в седьмом раунде, завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Многие могут пройти огонь и воду, но мало кто проходит медные трубы. После таких достижений и невероятной популярности благодаря Инстаграму и ТикТоку, боксер нового поколения Райан Гарсия начал бросать вызов Хейни, Жервонте Дэвису и, конечно же, Василию Ломаченку, рассказывая, что в совместных спаррингах просто уничтожал хай-тека. Сорвало ли у пацана башню, занимается ли он обычным трэш-током или он реально может победить лучших в своем весе, решайте сами. Но в любом случае такие бои мега ожидаемы и популярны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, с кем бы вы хотели видеть поединок Гарсии. Или же за сколько ударов сами уложите этого дерзкого пацана. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в 1 доллар по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба, хуба, хуба. Вот так. Квадрата одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю. Хлопаю, вырываю ключицы, это ключицы, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений. По медитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой едиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте. Это убитка. Пλαуфинал. Тыols на дистанции. Да. Хоть суд category. Я друзей. Успеля лепят. acje. Яндень.